Шалом алейхем. Примеры, в которых что-то запрещено кушать, но получать пользу Ганаа можно, например, говорить Гмара Трума. Трума это то, что даем Коэну. Или Назир. Назир это человек, который не пьет вино. И там, и там, говорит Гмара, можно сделать Эруф. То есть Труму простому человеку нельзя кушать. Назиру нельзя пить вино. Но я могу сделать ему Эруф, чтобы он передвигал за городом еще на 2000 человек и из Трумы, и из Назира. Он объясняет, то есть можно пользоваться Трумой. Ганаа можно, и Назир не имеет права пить вино, но пользу от него имеет право получать, имеет право продавать вино. Теперь, поэтому Гмара, там написано Лахем. Отсюда мы видим, что есть слово, которое разрешает. Потому что человек, Назир, может прийти в Беден и сказать, я не хочу больше быть Назиром. Трума человек тоже может отменить, потом дать другую. Поэтому это держится. Дальше мы сказали, про Назир мы сказали. Дальше у нас есть Хадаш, Хадаш. Мы сказали, что вся пшеница, которая выросла после Песаха, нужно, чтобы прошел Песах. Когда делали Корбан Омер на второй день праздника Песах. Первый день Йомтов в Израиле заканчивался, потом вечером срезали снопы ячменя, и утром на второй день делали Корбан Омер. Это то, что мы считаем Омер от Песаха до живота. Пока это не принесли, пока второй день Песаха не прошел, новую пшеницу кушать нельзя. Так говорит Мара, но мы знаем, что несмотря на то, что человеку нельзя кушать, можно давать ее животным. Несмотря на то, что еще второй день Песаха не прошел, все равно там тоже написано снова Лахе, есть отдельное разрешение в Торе пользоваться этим Хадаш. Хамец. Написано в Торе Хамец. Нельзя его кушать и нельзя им наслаждаться. Но по мнению Рабьеса Аглили, Хамец в Песах, можно получать от него пользу. Но у нас написано, как мы знаем, что мы не имеем права видеть свой Хамец на Песах. Если он мой, не имею права видеть, но если он чужой, то это не моя проблема, это его Хамец. Дальше говорит Гмара. Есть спор между Рабьей Акива и Рабьеса Аглили. Чарбу, то, что называется внутренний жир, который есть у животных, написано в Торе, его, конечно, кушать нельзя. И это карет, не дай бог. Поэтому, кто идет в бойню или реже, должен 100% знать, что там ни грамма этого жира не осталось. А где он бывает? Он бывает внутри живота, над кочками, над желудком. Снимают жир? Его снимают, но там есть маленькие, которые прилиплены к телу этого животного. Если там собралось 27 грамм, человек, не дай бог, заработал карет, если он этот жир съел. Поэтому, написано в Торе, что все, можно, кушать его нельзя, этот жир, но если мне нужно с ним что-то сделать, можно с ним сделать. Рабьеса Аглили говорит, что это показывает, что можно им пользоваться. Рабь Акива говорит, что он говорит, несмотря на то, что не вела, она сама по себе таме, ее жир не такой таме. Игмара хочет объяснить, что это спор, как у Раби Абаху. Дальше говорит Гмара, Гиданашей, вы сказали, что Гиданашей тоже? Раби Шимону, он запрещен им пользоваться. Раби Уда можно. Раби Уда нам можно выкушить? Не, 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 можно пользоваться, получать пользу, то есть я могу продать Илгою. Раби Шимон говорит, что не имеешь права получать никакую выгоду даже от Гиданашей. Это внутренний шерк? Это Гиданашей, это сухожилие, которое на ноге. И мы заключаем тем, что мы сказали, что Тора запрещает, как мы сказали, две вещи, Шора Нискаль, быка, которого забросали, нельзя его кушать. Конечно, нельзя его кушать, он же не вера. Но говорит Гмара, если суд постановил, что этого быка нужно забросать камнями, и до того, как его забросали, его хозяин взял и зарезал, не имеет права кушать. Асурбе Аганаа, хамец на песок мы сказали, асурбе Аганаа, и также есть спор среди мудрецов, если неосвященное животное зарезали в бета-мигдаше, не бета-мигдаше, хулин, можно от него получать пользу. Теперь вопрос в чем? Не имеет права это животное пользоваться. Вопрос это запрет по Торе или по мудрецам. Это то, что мы расходимся в мнениях Иския и Раби Абау, когда не каждый из них приводит свое видение, почему Тора, то, что запретило кушать, также и запретило получать наслаждение, кроме исключений, которые написаны в Торе. Дальше есть мнение, есть Раби Ушоа, Бен Леви, но мы это сегодня не успеем. Амин и Амин.